Мне было четыре. Это был плёночный кодек, которым папа часто фотографировал наше путешествие. И я не помню момента, как он оказался у меня в руках, но я была возле папиной мастерской. И мне всегда так нравилось, как он на меня смотрит. Глаза полные чистой, безусловной любви. И я помню, мне хотелось это сфотографировать. Я даже помню погоду, помню звуки. Было в нашем саду. И самое потрясающее, что эта фотография в итоге вышла, я и сейчас продолжаю на неё смотреть по всем правилам композиции. В неё равновешено всё. Вначале всегда идёт несколько черновиков. И потом положенный тот момент, когда ты можешь себя отпустить, чтобы не было никакого контроля. Чтобы ты остался, я не знаю, влюблённым оленем посреди поля, который не понимает, что у него происходит. Где-то только бубенчики звенят на рогах. Или посреди водопада, где ты просто стоишь и разрешаешь всему этому происходить, говорить через тебя без лишних вопросов, без лишних сомнений. Просто вот как идёт, как будто бы ты даже фактически не имеешь к этому никакого отношения. А разрешить чему-то говорить через тебя. Тогда оно будет честным и в момент, когда всё происходит, никогда не нужно это оценивать. Вообще есть специальные люди, чтобы всё это оценивать потом. Это не задача художника. Я чувствую, когда мне стоит быть критичной к себе, потому что увеличивая этот поток, который говорит через тебя, нужно отсекать лишнее, отсекать то, что тебе не касается, отсекать то, что ты... Я думаю, вообще человек здесь только для того, чтобы творить, осознанно или неосознанно. Я человек этой планеты. Это уже или нет? Через каждого человека будет говорить исключительно то, что способно в него поместиться. А туда входит и объём личности, и базовые идеи, которые человеком руководят о мире, и все контексты, в которые он смог себя или не смог погрузить. Это и его понимание истории и процессов, которые происходят в мире, поэтому в любом случае это касается личности. То, что создаёт человека, но если оно массовое, то это скорее ему идёт в минус, чем в плюс. Поэтому непонимаемость художника зачастую может быть комплиментом, а может и не быть. Поэтому художник в любом случае остаётся ответственным за то, что он создаёт, за те контексты, которые он поднимает, за глубину контекстов, которые он сам способен осознать. И он как минимум должен знать свою аудиторию или понимать её. Но принимать не обязательно. Люди, в которых есть свет, это ни с чем не сравнивает источник вдохновения. Ты просто видишь, и что-то внутри тебя начинает расцветать, минует в её сознательное восприятие. Ты просто понимаешь, что вот-вот-вот, это оно. И тебе даже не нужно думать об этом. Ты просто как будто услышаешь каким-то дополнительным органом у тебя в груди, который всегда всё знает. Умение слушать, умение замечать красоту, постоянное желание развиваться. В каждом из них есть своя разница и есть одновременно что-то общее. А общее в них то, что нужна предельная честность перед самим собой, абсолютная обнажённость. Здесь никакие щиты, никакая потребность в защите или в отгороженности, она всегда сыграет только в минус. Какой щит, который тебя и творчество в тебя не впустит. Поэтому нужно быть чистым и честным. Врать не буду, это не так. Не раз пыталась, и я понимаю, что пока я не приручу это чувство, что я готова работать, я не могу сейчас заработать. Это будет не чистым, не искренним и только пустым использованием энергии. Поэтому для меня интереснее другие процессы как раз-таки научить себя черпать вдохновение и всегда иметь под рукой эти источники. И потрясающе, если художник может в себя развивать вот это количество источников для вдохновения. Мне случилось знать художницу, которой вдохновение идёт от слова «вдох». Она так может собрать осознанно себя в одну точку, что один вдох в моменте ей даёт всё, и ей этого более чем достаточно. И мне кажется, я начинаю её понимать. Всегда это что-то разное и всегда это что-то одно и то же. Но всякая любовь или её отсутствие — это любовь тебя самого, любовь к себе. Счастье — это выбор. Выбор в каждом моменте. И одновременно с этим знание, что в каждый момент ты можешь сделать выбор. Что чувствовать, что думать. В том числе, впускать ли в себя любовь и счастье или нет. Полик – унижение. быль – без попер Barriка. Унижение. Бросьба. Бросьба. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok